На просторах опорного края державы прошла, ну в смысле уже завершилась, трехсуточная гаишная профилактическая операция «Грузовик», из названия которой следует, что в эти дни инспекторы особенно дотошно шерстили водителей грузовых ТСов повсеместно и по всем возможным поводам. Пьянство, бесправие, отсутствие техосмотра, косяки с тахографом и далее по списку. Всего за время операции было проверено более 4,5 тысяч грузовиков, и выявлено около полутора тысяч нарушений ПДД. А знаете, какой самый злостный косяк обнаружили гаишники в работе водителей грузовых ТСов за трое суток на просторах региона с населением 4,5 миллиона человек? Вот он, этот косяк, будь то любезны. Вывдили, в 8 часов утра гаишники тормознули грузовик «Исудзу», ехавший со стороны Ханты-Мансийского автономного округа в направлении Екатеринбурга. Пилот показался инспектором датеньким, и его продышали в дудку. Долго уговаривали дышать долго. 51-летний грузовоз, житель Екатеринбурга, кстати, апеллировал к перенесенному ковиду. Дескать, тяжело даже выдыхать. Еще, 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 немного, 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 еще осталось, чуть-чуть не хотел, вот стоп вот. Идете еще раз. Отдышитесь пока нет. Побольше. Надо мне, будем оставаться в памяти. Воздух, вверх, вверх, вверх. Делай сейчас лишний забор. Поним. Давайте. Еще, 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 еще. Дожимай. Затунализ. Если что, по телефону зафиксируй. 0,2 миллиграмма на литр. Как вы понимаете, 0,2 миллиграмма на литр, это мелочь. Это остаточные явления, но это опьянение. Это штраф 30к и лишение прав до двух лет. И наш земляк, пилот Исудзу, раскрыл свою тайну. Оказалось, он с товаром сгонял в Хмао. Там разгрузился и налегке возвращался домой в Екатеринбург. Вечерком на ближайшей стоянке встал на ночлег, ну и позволил себе чутка расслабиться, думал к утру выветриться. Но гаишники перегар перехватили. И приколотили дальнобоя к административному столбу. Но к чести грузовозов, надо сказать, что за трое суток в их среде был выявлен единственный пьяный, да и тот с бодунца. То есть водители грузовиков в отношении алкашки ведут себя в массе своей очень даже ответственно, в отличие, скажем, от тех же легковушечников. Ну так они и понимают, что одно дело какой-нибудь подорожник попадет в замес, и другое дело огромная фура. Зато по другим направлениям рулевые грузовиков косячат очень сильно немало. Областная госавтоинспекция приводит такую статистику. За трое суток в области было, как уже сообщалось, выявлено около полутора тысяч нарушений ПДД. Из них 200 это управление ТСом без тахографа или с нарушениями требований по его использованию. 199, вот это точность, не 200, а в пресс-релизе ГАИ заявлено именно 199, это наличие неисправностей, при которых эксплуатация грузовика вообще запрещена. Из них 11 случаев это неисправности руля и тормозов. Более чем в 100 грузовиках пилоты не проходили техосмотры, в 80 случаях были выявлены нарушения правил перевозки грузов, ну и кроме того, 22 водителя нарушили режим труда и отдыха, то есть переработали. Отдельно гаишники отмечают тот факт, что конкретно в окрестностях Стольного Бурга в ходе тотального шмона были задержаны 5 грузовых пилотов без прав. И прикиньте, четверо из них права вообще ни разу не получали. Ну, один оказался лишенцем. Это, конечно, настораживает, но радует, что в 4,5 тысячах проверенных грузовиков всего один рулевой оказался пьяным, да и то не сильно. Может, это как-то великий пост дисциплинирует крещеную Русь-матушку? А то ведь одно дело повсюду кричать «Мы русские, с нами Бог!» И совсем другое дело попаститься, помолиться, покаяться, ну и в конце-то концов причаститься святых христовых тайн и стать таки уже одним целым с Богом. И тогда говорить, не Бог с нами, а Бог в нас.